В республике ввели временный запрет на регистрацию заключения и расторжение браков. Пожениться в торжественной обстановке во дворце бракосочетания теперь до лета не получится. Как в сложившейся обстановке решили действовать пары, которые собирались стать семьей в апреле и мае, расскажет Анжелика Артемьева. Перед государственной регистрацией брака прошу ответить, является ли ваше желание вступить в брачный союз обоюдным, обдуманным, искренним? Сказать «да» без гостей и свидетелей. Такое решение приняли многие столичные пары в этот непростой период. С 3 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса в ЗАГСах перестали проводить регистрацию заключений и расторжение брака в торжественной обстановке. Тем, кто уже подал заявление, предложили перенести дату свадьбы на более поздний срок, либо пожениться без гостей. Мы у нас не торжественная церемония, то есть мы без гостей, без всех, поэтому мы решили не переносить просто и в этот же день расписаться. После росписи, фотосессии, просто на память все. Решили не тратиться на свадьбу, так как большие затраты, и просто минимализировали. Мы изначально планировали без торжеств провести брак сочетанием. Так что нашим планам это не мешало. Мы не знали, что будет коронавирус. 17 апреля карантин, все дела. Просто запланировали заранее, получается. По всей республике в апреле планировали пожениться 367 пар. В мае еще 101 пара. Большую часть влюбленных новые правила заключения брака не смутили. И они согласились прийти в ЗАГС только вдвоем. А 36 пар все-таки решили подождать лучших времен и перенесли дату свадьбы. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу откроем портал и начнем прием заявлений уже у населения. Если ситуация будет оставаться такой же, мы данную регистрацию, то есть прием заявлений на государственную регистрацию откроем лишь с 1 июня. Сейчас органы ЗАГС в прежнем режиме проводят только регистрацию рождения и смерти.